Добрый вечер, я Максим Путинцев, а на стенде сегодня Алексей Придеин, начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Говорить будем о стратегическом плане развития Екатеринбурга до 2030 года, который совсем скоро, судя по всему, будет одобрен нашей городской думой. Но для начала, что это такое и каков статус этого документа? Ну, начать следую с того, что в Российской Федерации есть федеральный закон номер 172 о стратегическом планировании. Принят он был в 2014 году, и с 2014 года разработка стратегии муниципального образования, разработка стратегии субъекта в Российской Федерации стали обязательными. То есть раньше по желанию, а сейчас уже обязательно. Да, условно говоря, факультатив. Если муниципалитет считал необходимым и возможным разрабатывать свою стратегию, он это делал. Не считал, не разрабатывал. Сейчас все это делают. В этой связи возникли вопросы по компетенциям муниципальных служащих, потому что многие муниципальные образования просто оказались не готовы к такому обороту дел. Но, к счастью, в Екатеринбурге у нас накоплены и знания, и квалификация, позволяющая нам, конечно, безболезненно этот вопрос решать. Но мы уже почти 20 лет занимаемся здесь стратегическим планированием. Да, без малого 20 лет. В 1998 году Аркадий Михайлович Чернецкий начал первый разговор о том, что необходимо разработать стратегию. И после определенного периода накопления опыта и знаний в 2003 году... Пять лет. Ну, это была первая стратегия. Поэтому за пять лет мы разработали и 10 июня 2003 года утвердили Екатеринбургской городской думой. 10 июня будем праздновать 15-летие первого стратегического плана города Екатеринбурга. Значит, в 2003 году первый стратегический план был утвержден, в 2010 году он был обновлен, актуализирован. Сейчас пришло время уже не просто актуализировать, а новый стратегический план прописывать. Мы называем это актуализацией. Тем не менее, уровень проработанности, переработки и ревизии тех положений, которые там были написаны, позволяет говорить о том, что это, конечно, новый план. Вообще без такого плана жить можно? Ну что там, трамваи перестанут ходить, горячая вода пропадет? Абсолютно верный вопрос. Жили же без плана? Жили. Можно без плана, но с планом лучше. На простых даже бытовых примерах, когда мы разрабатываем планы работы администрации, подразделения администрации на год, на три года, мы не выдумываем каждый раз из головы, пытаясь искать, а куда же направить бюджетные средства, с кем же сотрудничать, в каком направлении идти. У нас есть стратегический план, который на 10, 13, 15 лет нам определяет перспективу, и мы, следуя ему, уже понимаем, к чему придут наши действия, какие цифры мы хотим добиться. И если мы их не добились, то мы всегда возвращаемся назад и думаем, что же мы сделали не так. Именно для этого стратегия нужна. Это целеориентированное управление. Оно позволяет повысить эффективность, ну и, в конце концов, для того, чтобы чиновник не зря получал свою заработную плату. До 30-го года составляется этот документ на 12 лет вперед. Глубина планирования не слишком ли большая? Мир меняется очень быстро, и через 5 лет мы, может быть, удивимся тем реалиям, которые получены. Безусловно, и через 5 лет мы вернемся к пересмотру этой стратегии, но мы должны смотреть все-таки за горизонт. Мы начали все-таки с долгосрочного прогноза, и глубина прогноза была 35-й год. Стратегию мы сделали до 30-го года и перерабатывали. То есть подсократили даже. Все-таки мы планировали стратегию сразу до 30-го, потому что стратегия Российской Федерации до 30-го года, стратегия Свердловской области до 30-го. Мы должны иметь единые параметры, в том числе времены, для того, чтобы синхронизировать эти документы, чтобы они были взаимосогласованы. Тем не менее, за горизонтом планирования мы должны видеть, к чему это все приведет. Есть определенная инерция социально-экономических процессов, поэтому это, конечно, важно. Но, как я уже сказал, раз в 5 или 6 лет мы будем пересматривать стратегию. Некоторые города это делают даже чаще, потому что мир меняется, показатели достигаются, как правило, быстрее, чем это закладывалось изначально. Поэтому к этому вопросу мы вернемся довольно скоро. А вот давайте посмотрим на нынешний стратегический план. Все ли из того, что было заложено, изначально выполнено, и вообще нужно ли это все было выполнять? Хрестоматийная история, фактически анекдотическая, да, помните, с домашними телефонами. Вот обязательно в каждой квартире должен быть домашний телефон. Сейчас он просто не нужен, оказалось. Вычеркиваю. Да, но на самом деле я просто пробегусь даже по показателям. Первого стратегического плана мы, хоть и планировали до 2010 года, в 2007 и 2008 году мы перевыполнили практически все показатели, которые были бы изложены. Ну давайте примеры. Самые, может быть, такие показатели. По строительству жилья, по уровню заработной платы, по обеспеченностью населения торговыми площадями и объемом розничного товара оборота. Город стремительно начал набирать обороты по строительству нежилых помещений. Даже по промышленности, которая в принципе в первой стратегии была, условно говоря, по остаточному принципу запланирована, и то мы получили некоторое превышение. То же самое можно сказать и про актуализированные версии 2010 года к 2015 году, и даже ранее мы достигли многих вещей, которые мы даже не задумывались. Но на самом деле по росту населения мы опередили, рождаемость мы улучшили существенно и гораздо раньше, чем планировали. Смертность начала снижаться в больших параметрах, чем тоже было запланировано. Ну и многие-многие другие показатели. Пожалуй, единственное, чего не удалось достичь в том объеме. Кроме домашних телефонов. Кроме домашних телефонов, это дорожное строительство. Несколько мы с этим отстаем вопросом. Все это видят, все это понимают. Это очень затратная часть, поэтому мы и в этой стратегии довольно подробно этот вопрос рассматриваем и попытаемся все-таки поискать механизмы, которые позволят нагнать эти все вещи. Ну а про телефоны, да. В 2003 году мы считали, что в каждой квартире должен быть домашний проводной телефон. Ну и все мы понимаем, что через 2-3 года в нем, как таковом, отпала такая необходимость. Был у нас проект еще библиотека 21 век. Мы всерьез развивали библиотеки как учреждение культуры. Сегодня мы понимаем, что библиотека уже не может быть тем заведением, каким он был 15 лет назад. Сегодня это совсем другое учреждение, которое... Это продвинутый мультимедийный центр, прежде всего. Да, оно выполняет совсем уже другие задачи. Так же, как, впрочем, и торговые центры, которые перестали быть форпостами торговли. Они теперь уже даже сосредоточены не развлечений, а больше уже культурной жизни. И это тоже. Сколько и каких разделов содержит новый стратегический план, и, может быть, что из этих разделов можно было бы выделить особенно? Стратегический план содержит у нас 7 направлений отраслевых и отдельный раздел «Стратегия пространственного развития», которая описывает пространственную часть, территориальную привязку всех этих 7 направлений. Первое направление, оно же самое важное — сохранение развития человеческого капитала города Екатеринбурга. Человек — главная ценность. Главная ценность, безусловная, и ради человека существует весь год. Хорошо, это правильно. Да, здесь мы рассматриваем вопросы образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и социального обеспечения. Ну, собственно говоря, мы все видим, что сферы эти развиваются, какие-то в большей степени, какие-то в меньшей. И мы эти тренды здесь, конечно, продолжаем сохранять, пытаясь улучшить качество оказания социальных услуг. Ну, с президентом поставлена задача к 2025 году обеспечить одну смену обучения в общеобразовательных школах средних. Мы этот показатель точно так же учитываем в стратегии. Мы считаем, что поликлиника должна быть открытая, то есть с открытой регистратурой, бережливая поликлиника, цифровая поликлиника, то есть только цифровая очередь, запись электронная и так далее. То есть все современные вещи, какие только возможно даже с учетом тех трендов, которые еще не начали даже реализовывать. Ну, понятно, то есть просто прозрачно-технологично, насколько это возможно. Так. Второе направление... Ну, давайте все семь направлений называть не будем, просто времени у нас не хватит. Но я бы сказал, что самое интересное и животрепещивающее, безусловно, у нас транспорт и экология с благоустройством. Вот, конечно. Транспорт. Мы говорим, что мы, с одной стороны, акцентируемся на развитии общественного транспорта, но постарались мы выстроить баланс между пассажиром автобуса и водителем легкового автомобильного транспорта. То есть чтобы у нас автолюбители не боялись... Никто их уж сильно зажимать не будет. Никто не будет сильно зажимать, но естественные процессы городского развития все равно нас подтолкнули к тому, что приоритетность общественного транспорта будет нарастать. Никаких резких движений, все очень... Понятно. При составлении стратегического плана мнение, видение будущего жителями учитывалось каким-то образом? Конечно. Но начать нужно с того, что вообще в разработке стратегии участвовало более 300 человек. То есть это граждане города Екатеринбурга, ученые, эксперты, бизнесмены, представители средств массовой информации. И мы достаточно активно вовлекали в этот процесс молодежь. Мы собирали предложения, проводили общественные слушания. То есть обратная связь – это важный элемент? Нет, конечно. Мы протоколировали встречи, мы выезжали в районные администрации и собирали актив района. То есть и ТОСы, и другие общественные организации. Мы выходили на общественную палату города Екатеринбурга с просьбой. Рассказывали о нашем видении, просили предложения. На сайте города Екатеринбурга принимали постоянно. Поэтому, безусловно, все, что можно было учесть... Но это важный момент. Не просто кто-то где-то наверху это придумал и спустил. Мы лучше знаем, что вам нужно. То есть это был некий диалог. Администрация не может выдумать план для всего города. Этот план города должен разработать сам город. Город слишком большой и сложный, наверное. Мы лишь проводник этих идей и мыслей. Самое последнее – это технический, но важный вопрос. Кто, когда и как будет утверждать новый стратегический план развития Екатеринбурга? Утверждать. Екатеринбургская городская дума будет утверждать ее 22 мая на своем заседании. До этого, 15 мая, мы рассмотрим на итоговой комиссии. А на прошлой неделе мы рассмотрели на всех отраслевых комиссиях каждый отдельный раздел стратегии. То есть каждый депутат посмотрел каждый отдельный раздел. Мы посмотрели это постранично, очень скрупулезно и тщательно. Поэтому я думаю, что 15 мая и 22 мая у нас каких-то уже вопросов не останется. И будем жить уже с новой стратегией. И будем жить с новой стратегией. Спасибо вам большое. Я напомню, что на стенде был Алексей Придеин, начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга. До свидания и удачи.